Значит, за 2015 год Сергием Посадским управлением ЗАГС зарегистрировано 2760 рождений, что на 2% больше, чем зарегистрировано рождений за 2014 год. Смертей зарегистрировано 3089, это на 4% меньше, чем за период 2014 года. Значит, браков, к сожалению, тоже на 7% меньше, количество браков в 2015 году составило 1947 пар, вступили в брак у нас в Сергием Посадском управлении. Разводов на 6% меньше, это, конечно, нас не может не радовать, составлено 1107 записей актов гражданского состояния. Установление записей зарегистрировано 26, это на 1 запись меньше, чем за период 2014 года. Отцовство, установление отцовства установлено больше на 4%, это тоже, как говорится, очень положительная динамика, составлено 357 записей. Перемены имени 210 записей, это на 11% меньше, чем за период 2014 года. Значит, основными положительными результатами прошедшего года я могу сказать то, что у нас было организовано удаленное рабочее место в родильном доме Сергея Посада. Большое спасибо здесь поучаствовал глава Сергея Посадского района, Сергей Александрович Пахомов. И у нас организовано удаленное рабочее место в музее-заповеднике «Конный двор». А там? Да, было принято постановление правительства Московской области о подтверждении перечня 10 объектов, где будет проводиться государственная регистрация заключения брака в особо торжественной обстановке. И наш вот «Конный двор» вошел в это число 10 этих объектов, чему мы, конечно, очень рады. В прошлом году уже была одна регистрация брака в музее в конце года, в декабре. И вот мы сейчас ожидаем две пары. На январь у нас выявили желание. Значит, мы регистрируем две пары в музее в этом месяце. По поводу изменения имени. Мне показалось, что две сотни желающих изменить свое имя – это как-то многовато для сравнительно небольшого района. Вы знаете, здесь идет не кардинальная как бы иногда перемена имени. Здесь очень в этом числе вошло большое количество женщин, которые при разводе, допустим, оставили фамилию своего мужа. А потом, по прошествии времени, все-таки решили вернуть свою или Геевичу фамилию, или там предыдущую первого мужа. Вот в это число уже входят эти женщины, понимаете. Потом здесь есть дети несовершеннолетние, которые также родители решили переменить фамилию, допустим, там. Или после развода на основании постановления органа опеки и попечительства. То есть вот эта цифра, она не то, что человек кардинально меняет свои фамилии и наущество, а вот она такая составляющая. Ну, это скорее чисто технический вопрос, если угодно.